Глава девятая Второй книги Пральпоминон Царица Савская, услышав о славе Соломона, пришла испытать Соломона загадками в Иерусалим, с весьма большим богатством и с верблюдами, навьюченными благовониями и множеством золота и драгоценных камней, и пришла к Соломону и беседовала с ним обо всем, что было на сердце у нее. И объяснил ей Соломон все слова ее, и не нашлось ничего незнакомого Соломону, чего он не объяснил бы ей. И увидела царица Савская мудрость Соломона, и дом, который он построил, и пищу за столом его, и жилище рабов его, и чинность служащих ему, и одежду их, и виночерпиев его, и одежду их, и ход, которым он ходил дом Господень, и была она вне себя. И сказала царю, верно то, что я слышала в земле моей о делах твоих и о мудрости твоей, но я не верила словам о них, доколе не пришла и не увидела глазами своими. И вот мне и в половину не сказано о множестве мудрости твоей. Ты превосходишь молву, какую я слышала. Блаженны люди твои, и блаженны сии слуги твои, всегда предстоящие пред тобою и слышащие мудрость твою. Да будет благословен Господь Бог твой, который благословил посадить тебя на престол свой в царя у Господа Бога твоего. По любви Бога твоего к Израилю, чтобы утвердить его навеки, он поставил тебя царем над ним творить суд и правду. И подарила она царю сто двадцать талантов золота и великое множество благовоний и драгоценных камней, и не бывало таких благовоний, какие подарила царица Савская царю Соломону. И слуги Херамовы, и слуги Соломоновы, которые привезли золото из Афира, привезли и красного дерева, и драгоценных камней, и сделал царь из этого красного дерева лестницы к дому Господню и к дому царскому, и цитры, и псалтири для певцов, и невиданно было подобного сему прежде в земле иудейской. Царь же Соломон дал царице Савской все, чего она желала и чего она просила, кроме таких вещей, какие она привезла царю, и она отправилась обратно в землю свою, она и слуги ее. Весу в золоте, которое приходило к Соломону в один год, было шестьсот шестьдесят шесть талантов золота. Сверх того послы и купцы приносили, и все цари аравийские и начальники областные приносили золото и серебро Соломону. И сделал царь Соломон двести больших щитов из кованого золота, по шестисот сиклей кованого золота пошло на каждый щит. И триста щитов меньших из кованого золота, по триста сиклей золота пошло на каждый щит. И поставил их царь в доме из ливанского дерева. И сделал царь большой престол из солоновой кости, и обложил его чистым золотом. И шесть ступеней к престолу, и золотое подножие к престолу приделанное, и локотники по обе стороны у места сиденья, и двух львов, стоящих возле локотников. И еще двенадцать львов, стоящих там на шести ступенях по обе стороны. Не бывало такого престола ни в одном царстве. И все сосуды для питья у царя Соломона были из золота. И все сосуды в доме из ливанского дерева были из золота отборного. Серебро во дни Соломона вменялось ни во что. Ибо корабли царя ходили в Фарсис с слугами Серама, и в три года раз возвращались корабли из Фарсиса, и привозили золото и серебро, слоновую кость и обезьян и павлинов. И превзошел царь Соломон всех царей земли богатством и мудростью. И все цари земли искали видеть Соломона, чтобы послушать мудрости его, которую вложил Бог в сердце его. И каждый из них подносил от себя в дар сосуды серебряные, и сосуды золотые, и одежды, оружие, благовония, коней и лошаков из года в год. И было у Соломона четыре тысячи стоил для коней и колесниц, и двенадцать тысяч всадников, и он разместил их в городах колесничных и при царе в Иерусалиме. И господствовал он над всеми царями от реки Ефрата до земли Филистимской и до пределов Египта. И сделал царь серебро в Иерусалиме равноценным простому камню, а кедры, по их множеству, сделал равноценными сикаморам, которые на низких местах. Коней приводили Соломону из Египта и из всех земель. Прочие деяния Соломоновы, первые и последние, описаны в записях Нафана Пророка и в пророчестве Ахии Соломлянина и в видениях прозорливца Иоиля о Иервааме, сыне Наватовом. Царствовал же Соломон в Иерусалиме над всем Израилем сорок лет, и почил Соломон с отцами своими, и похоронили его в городе Давида отца его, и воцарился Раваам, сын его, вместо него. Соломон в Иерусалиме